Приветствую вас. В первую очередь я бы хотел Анастасии сказать следующее. Вряд ли вы перестанете надеяться на то, что он вернется только потому, что мы вам вот сказали этого не делать. Если вы надеетесь на возвращение человека, то скорее всего и будете надеяться. Как надеялись, так и будете надеяться. Почему? Да, очень просто. Потому что надежда это желание, надежда рабопредности, а там где есть рабопредность, там есть и постоянные мысли. Которые просто принимают вот такую наиболее благообразную форму, наиболее удобную форму, которая вот, ну, в которой у вас имеет место большинство. Поэтому я думаю, что вы будете надеяться так или иначе и в некотором смысле вы пребываете в иллюзии относительно того, что вы можете отказаться, перестать надеяться на что-то, на какие-то вещи. Это первое. Второе. Как понять мужчину? Мужчину надо понимать так, что это собственник, это человек с болезненным самолюбием, с болезненным эго, которые окажутся очень сильно задетыми, если вы, если вы будете с кем-то, с кем-то, если вы будете, ну, и, грубо говоря, если вы начнете с кем-то встречаться, если вы начнете с кем-то устраивать отношения. Вот. Другой вопрос. Действительно, из-за чего вы расстались? Вот. Само указку. Действительно, это проблема, потому что вы какие-то действия совершили, вследствие которых мужчина, ну, у вас не получилось выстроить отношения с мужчиной, и, несмотря на то, что человек говорит, что он вас не любит, что он, поскольку от вас ушел, вы продолжаете почему-то ждать его возвращения. То есть здесь вы не отвечаете, опять же, за свои желания, которые, в том числе, поражают и надежду. Надежда, которая, ну, по факту, удерживает вас в этом состоянии. Состояние не движения вперед. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.